Всем привет! Меня зовут Оля Найденова, и я инструктор в Центре развития личности Арканум. И сегодня хочу вам рассказать, это вообще самое потрясающее, что со мной было за всю мою жизнь, это поездка, путешествие на места силы, именно в Париж, во Францию. И что со мной там происходило, сколько всяких невероятных, необыкновенных вещей со мной там случалось, сегодня я вам об этом расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Это прекрасное сооружение, конечно, дух захватывает. И всего лишь нужно было купить билеты, всего лишь нужно было это сделать. Обязательно идите к своей цели, к своей мечте. Как каждая девочка с самого своего детства, конечно же, я мечтала о Франции, о Париже. Субтитры сделал DimaTorzok Я думала так. Приеду во Францию, выйду в Париже, буду в какой-нибудь шляпе. Кстати, взяла специальную шляпу, думала, будет все вот так приблизительно. Выйду в шляпе, красивая, солнце светит. Но, к сожалению, все немножко по-другому сложилось. Потому что мой друг нашел перед самым Новым годом очень дешевые билеты. И мы туда поехали с ним именно зимой. И мы поехали в январе. Было жутко холодно. Естественно, ни о какой шляпе не шла речь. Я купила кепку парижскую, такую крутую. И в этом кепеле просто проходила все съемки, все места силы. Поднималась на Эфелеву башню, ходила по кладбищу Пьер Ла Шес. И многие другие места силы мне открылись. Ну, не только мне, но и моему другу тоже. И это место называется Триумфальная арка. Это очень удивительный такой кантализатор и место силы. Потому что он является мощным усилителем всех процессов, которые есть внутри. Здесь такое место. Вы здесь стоите. Вы формируете это желание, допустим, что-то сделать. И представляете, что это уже с вами произошло. И удерживаете его внутри себя. И представляете, как вы от себя толкаете мощную волну на четыре стороны света. А эта арка, она действительно со всех сторон открыта. Эта арка Триумфальная. То есть арка Победы. Вы фокусируете свое внимание на своем желании. И его запускаете в одну сторону, во вторую сторону, как волной. В третью сторону света и в четвертую сторону света. Будет ощущение, как будто вас начинает бросать в жар. Это самое правильное состояние. Это означает, что вы сделали правильно практику. Ваше желание обязательно исполнится, я уверена. Если вы изучаете эзотерику или, к примеру, психологию, или, к примеру, погружаетесь в какие-то практики, вам необходимо ездить по местам силы. Почему так нужно делать? Потому что места силы, как ни крути, на твою энергию дополнительные тебе дают кусок силы. И более того, в таких местах можно загадывать желание. Почему? Потому что ты живешь в естественном ритме и цикле. И, скорее всего, уходишь на работу, скорее всего, занимаешься домашними делами. Но когда вырываешься из этого цикла, то тебе открывается очень много менталитета, ментальности других стран, народов и других людей. И ты становишься намного шире и объемнее в своей психике, в своей душе. Я очень рада, что я нахожусь в Париже, потому что здесь огромное количество мест силы, и люди гостеприимные, радужные, и энергетика такая великолепная, приятная. Франция, она по энергетике похожа мне была на подростка. Там люди сногсшибательные абсолютно, и очень много русских людей. Почему я так говорю? Потому что люди не серые. Они ходят в ярком, разноцветном, в красном. Я не видела практически ни одного человека, у которого бы не было красной какого-то кошелечка или красной сумочки. В основном это люди ходят в ярких красных таких нарядных одеждах. В общем, Париж невероятно наполняет своей энергией бешеным просто. И хочу сказать, что буду дальше продолжать отдыхать, ездить по местам силы, восстанавливаться и рассказывать о том, какие есть места и что они дают человеку, его душе. Париж открывает грандиозные просто возможности. И не только открывает тебе различное состояние и различную глубину, дает спектр чувства и ощущений в местах силы, но он еще реально отдаривает. Это случилось со мной. Как-то мы шли по улице, и я увидела маленькую брошку. Подняла эту брошку и сказала моему другу, что наверняка это бриллианты. Это же Франция, это же город моды и прочее. Он сказал, Оль, выбрось, потому что это, скорее всего, какая-то бижутерия. Как тут могут валяться бриллианты, что ли? Хотя сказал такую фразу, ты знаешь, возможно, в твоих руках вот все станет бриллиантом. Но я положила эту маленькую брошечку, там было 9 камушков, положила себе в кошелек и подумала о том, что приеду в Москву, обязательно схожу, отнесу ювелиру и посмотрю, действительно ли это бриллианты. Слушайте, что было? Я действительно нашла 9 бриллиантов. Я сделала из них кольцо. Это 9 камней. И я решила, что так как Франция подарила мне 9 частичек, 9 таких ярких лучиков, солнышек, бриллиантиков, я сделаю для нее обязательно несколько работ глубоких. Возможно, картину нарисую, возможно, какой-то текст напишу, возможно, напишу в книге про Францию, или, возможно, сделаю какую-нибудь выставку. Так вот, я уже написала статью, сейчас я пишу видео, а следующее – это будет медитация, посвященная местам силы. И я буду посвящать именно медитацию эту Парижу. Субтитры создавал DimaTorzok Когда мы зашли в собор Парижской Богоматери, это собор с вековой, многовековой историей. Конечно, безусловно, я про него не буду очень глубоко рассказывать. Вы можете в Википедии про это почитать. Меня, конечно, поразил этот дух. И заходя в этот собор, я чувствовала, как он, как точка. Представьте, паутину энергетическую. И представьте, в этой паутине есть точка. И через эту точку проходят все силы, все энергии. То есть это дух Парижа. Париж дышит через собор Парижской Богоматери. Когда мы туда вошли, там было очень тепло, очень уютно. Там играла медленная музыка. И мы сели. Мы увидели, что люди подходят, они собираются на какой-то концерт. Более того, там этот концерт что-то стоил. Но с нас не взяли денег. Пока увидели, что мы не можем, практически мало общаемся на английском. В общем, нас бесплатно пропустили. И мы сели. И мы услышали звук органа. Причем звук органа звучал за спиной у нас. Мы смотрели на алтарь, а звук органа звучал за спиной. Было ощущение, как будто бы к тебе большая, нуменозная, невероятная волшебная сила касается к твоему затылку. И такое ощущение было, как будто весь мозг просто сияет светом. Более того, нагревается грудная клетка, живот и все тело. Под конец этого концерта я почувствовала, что вокруг меня очень плотное поле. Поле моей силы энергии, ну как будто бы что-то в меня изнутри зашло. Что-то, какой-то свет залился. Я расплакалась. Расплакалась я от счастья. Сейчас рассказываю, вновь, наверное, буду плакать. Расплакалась от счастья, от того, что я действительно имею такую возможность прикоснуться к чему-то большому и к чему-то такому необыкновенному, к чему-то таинственному. Я очень люблю нашу православную церковь, но первый раз в своей жизни я прикоснулась к католической церкви. И, конечно же, у меня просто сердце замерло и дух перехватило. И в конце, когда все закончилось, я выходила, и я почувствовала, что Бог един. Просто в мусульманстве, в православии, в буддизме. Об этом говорят. Об этом говорят. Говорят, на самом деле, все об одном Боге. Я не говорю никакую истину здесь. Вы все это чувствуете и знаете. Но когда ты проживаешь в своем сердце это все, когда ты проживаешь духом своим, душою своей, когда ты погружен полностью в это состояние, то, конечно, здесь ты полностью открыт, и ты становишься очень уязвимым. Замечательное место, прекраснейшее, абсолютно удивительное, уникальное. Собор Парижской Богоматери. Нотр-Дам. Пали на службу. Состояние душевности, внутреннего праздника. Такое удивительное, уникальное чудо внутри происходит. Мне удалось к нему прикоснуться. А практику, которую я делала внутри, это практика молитвы. Это практика, когда ты молишься, когда ты обращаешься к Богу напрямую. И неважно, к кому ты или к чему ты принадлежишь. Неважно, в какой ты традиции находишься. Главное, что люди вокруг тебя, они тоже обращаются к источнику напрямую. И ты тоже туда же принадлежишь. И состояние было в душе, как будто узоры сплетаются. Мои, других людей, песня, орган играл. Это все настолько было в комплексе, настолько уникально. И это окунало в глубину себя. Вызвало очень большой всплеск чувств положительных, эмоций. Вообще в любое место, когда приходишь в буддийский храм, или в христианский храм, или в католическую церковь, то вроде все разделено, вроде и другие режимы, и порядки. И все выглядит внешне по-разному. Вот мне довелось побывать в Армении, да, прикоснуться к духовности армянской. Но могу сказать, что сейчас у меня ощущение единства Бога одного. Он ниточками тянется через разные религии, традиции. Но он один, и мы все с ним связаны. Я здесь по одной простой причине. Здесь есть очень мистическая картина. Она настолько переворачивает сознание. И очень много мифов я слышала об этой картине. И сейчас я хочу на собственном опыте понять, действительно ли она обладает той настоящей силой, о которой все говорят. И действительно ли Леонардо да Винчи должен иметь все самое-самое сокровенное, самое известное картины. Ну, а сейчас посмотрим на собственном опыте, так ли это, или все по-другому. Очень интересное чувство. Такое ощущение, как будто ты вообще смотришь на япону какую-то. То есть, такое в последний раз я испытывала в храме. Я соединилась, как будто своим духом, с картиной. Через секунду она становится грустной. Я думаю, что это такое? У меня что, начинаются галлюцинации или активное воображение? Это что? Еще через секунду она вновь улыбается. Потом взгляд ее трансформируется, становится грозный. Потом он становится мягкий. Мой друг мне тихонечко так вот подбил, меня говорит, да это какой-то демон. Она темная. А я поняла, что она зеркало. С каким духом ты на нее смотришь? Вот ты радуешься, она улыбается. Ты немножечко поплыл, стал серьезнее, она становится серьезнее. Ты начинаешь вновь радоваться или улыбаться, и она улыбается. То есть, она как зеркало, она тебе отражает все твои чувства. Но картина – это картина, а ты – это ты. И нужно отделять, где она начинается, а где твое начинается мнение о ней. Поэтому тут очень такой хитренький момент, и Леонардо да Винчи, конечно, сделал ее просто невероятной. И она действительно сердце Франции. Я так считаю, потому что она передает загадку, она передает улыбку Будды, она передает состояние блаженства, а также она передает невероятное творчество. Она передает поток. Иногда в своей голове мы строим очень много иллюзий и фантазий на тему кладбища, смерти, ухода и прочее. На самом деле, если мы начнем думать более глубоко и нырять в размышления внутри самих себя, то мы начнем осознавать намного больше, чем нам кажется. И все, что скрыто от наших внешних глаз, все увидится глазами души. И такие места, они очень важны. И они действительно помогают тебе сделать переоценку ценностей. Поэтому Пьер Ла Шес – одно из мощных мест силы во Франции. Обязательно рекомендую к просмотру. Пьер Ла Шес – одно из мощных мест Это кладбище Пьер Ла Шес. Очень старое французское кладбище. Я сюда приехала. Здесь идет град, снег, дождь, все вперемешку. Но это то самое время для того, чтобы, наверное, соприкоснуться с чем-то очень глубоким и важным. Здесь, в этих местах, похоронены очень известные люди, которые перевернули мир. Это место тебя углубляет в то, что кто ты, куда ты идешь, а что дальше. И все эти практики, которым я обучаю людей, я все делаю для того, чтобы у людей расширялось сознание, и они понимали, что есть что-то больше, чем тело. То есть у каждого человека есть душа. И нужно помнить о том, кто ты есть, и быть достойным своей судьбы и тех событий, которые с тобой случаются. Там как будто, знаете, такое ощущение, как если бы структурированная энергия была на этом самом кладбище. Потому что кладбище – это не что-то плохое, угрожающее, или что-то там, что тебя может выбить из твоего жизненного потока. Мы рано или поздно все там окажемся, но на самом деле, если ты почитаешь эти силы энергии, если ты к ним относишься и умеешь их проживать, и с ними сталкиваешься, то действительно эти энергии тебе могут открыть, приоткрыть действительно тайную дверцу. Во что? В знание. Здесь на кладбище Пьер Ла Шест похоронено очень много известных людей. И вчера я увидела могилы знакомых мне людей, исходя из творчества, культуры, науки. Мне удалось побывать около могилы Папюса. Тот, кто придумал карты Таро. Удалось увидеть могилу Оскара Уайлда, Асидора Дункан, Виктора Гюго. И когда ты ходишь рядом с такими людьми и видишь, что они действительно когда-то жили, сейчас их нету, но те шедевры, которые они оставили, они существуют в умах человечества по сей день. И все действительно во времени растянуто, но на самом деле времени не существует, то ты, конечно, чувствуешь совсем другие потоки. Сюда приходит очень много туристов, чтобы посмотреть на захоронение. Но я еще раз повторяю, что кладбище — это не что-то такое плохое. Это то, что неотъемлемо от нашей жизни, смерти. И нужно помнить о том, что в какой-то момент каждый из нас совершит этот переход. И необходимо быть готовым к тому, чтобы познать себя, как Юнг говорил, достигнуть индивидуации, то есть соединения с собой, с самим собой, с собой истинным, чтобы понять, кто ты есть и насколько ты близок к Богу. Потому что если ты эту связь чувствуешь при жизни, то ты побеждаешь смерть, смерти нету. Ты совершаешь переход, но все успеваешь сделать, успеваешь следовать импульсам души и тем ощущениям, которые тебя двигают на победы, на развитие, на ювелирную внутреннюю работу, на то, чтобы себя отшлифовать и быть для себя самым достойным человеком. В этот момент возникала очень глубокая внутренняя философия. А кто я? А куда я иду? А ведь этого мига больше не будет существовать. И что я сделала? У меня реально там была переоценка ценностей на этом кладбище, собственно. Я сюда зашла, так бежала активно и шла что-то рассказывала, рассказывала, через время почувствовала такое спокойствие, затишье, такое умиротворение непоколебимое. чувство глубины и внутренней опоры, что все происходит правильно. Та тишина внутри, тот дух, который прорывался. Юнг называет это духом глубин. И есть дух времени. Так вот, дух глубин это такой дух, который сталкивает духа времени. Что это такое? Дух глубин это когда ты своим нутром, своей душой, своей мощностью, своей верой чувствуешь, что тебе необходимо душой что-то делать вот так. А дух времени это то, что нашептывает тебе время, мода, люди, возможно, своими мнениями, своими традициями и прочее. Это то, что тебя заставляет не слушать себя изнутри. Так вот, дух глубин, когда прорывается изнутри тебя, то он сталкивает духа времени. И ты действительно пойдешь за духом глубин. Потому что дух глубин помогает тебе раскрыть свой потенциал, помогает тебе помогать другим людям, помогает тебе трансформироваться полностью и стать лучшей версией самого себя. И вот это я почувствовала на кладбище Пьер Ла Шес. Какую я там делала практику? Я делала практику остановки внутреннего диалога. Это самая известная эзотерическая практика, потому что именно она помогает тебе выйти из круга своего бытия и действительно остановиться и посмотреть на свою жизнь якобы со стороны из наблюдателя. Так вот, в этот момент во мне очень ярким потоком проникла и пробудилась сила. Сила духа. Сила духа глубин. И я почувствовала, что по большей степени делами, которыми я занимаюсь в реальной жизни, в своей обыденной жизни мне не стоит заниматься. Мне нужно сконцентрироваться именно на чем-то большом и чем-то основательном. Потому что я зря только трачу время. В этот момент я начала писать свою книгу и в этот момент я записала несколько медитаций, когда приехала домой и еще стала снимать фильм про выходы из тела. То есть я зациклилась, сконцентрировалась на чем-то основном, что действительно для меня очень важно. Но параллельно было очень много дел. Все эти дела я отложила в сторону. Более того, они действительно через время рассеялись. хотя казались очень важными, но они меня отвлекали от основного. От того, чтобы делать что-то гигантское, сложное, но тем не менее полезное. Поэтому, возможно, вы тоже в своей жизни сталкиваетесь с тем, что какие-то маленькие мелочи вас отвлекают. Не церемоньтесь с ними, не отвлекайтесь на них, делайте что-то большое. И потом вы почувствуете действительно прилив сил и энергии от того, что вы делаете что-то большое. и вы действительно как будто бы касаетесь мощных трансформаций и перемен. Не только в мире, в первую очередь в себе. Могила Оскара Уайлда. Девушки оставляют след от своих помад. Их очень много здесь. Очень сильное чувство, очень сильное состояние. Оскара Уайлда А я просто жуткий любитель сладкоежка, жуткий любитель круассанов. И, собственно, я приезжаю на родину, понимаете, круассанов, выпечки, капучино. И я ходила, нюхала этот невероятный просто окутывающий запах, давал невероятное наслаждение, но я сорвалась. Искренне признаюсь, я сорвалась, и я действительно это все стала кушать. И то, что я голодала, я, естественно, стала быстрее набирать вес, но, тем не менее, я не могла себя доказать. Хоть какой бы я суперпрактик ни была, тем не менее, функции круассана выполняются. Круассан действительно манит тебя, дурманит этим запахом своим, и действительно хочется его попробовать вкусить и насладиться. Как мой друг сказал, что французский круассан, это лучше, чем... Держит его в руке, говорит, это лучше, чем айфон новый. Это правда, потому что с утра круассан и кофе, это, конечно, дух Франции, и это невероятно. Я нахожусь сейчас около Эфелевой башни, и идет такой снег вообще, это невероятно, это какое-то чудо прям. Так здорово, сейчас я поднимусь наверх и попробую поощущать энергетику Парижа, потому что я в самом центре этого города. Какая же она красивая, Эфелева башня, просто сказочно, невероятная прелесть. Я на Эфелевой башне сейчас буду подниматься на какой? На третий ярус? Второй ярус. Я нахожусь сейчас на Эфелевой башне. Эфелева башня является очень мощным местом силы. Но помимо того, что это еще сердце Парижа, так я могу сказать, что Эфелева башня, она как раз-таки является мощной антенной, она как усилитель. То есть, если вы хотите, чтобы ваше намерение обязательно реализовалось, с этого места нужно запускать свою цель, она обязательно исполнится, потому что башня, она как аккумулятор, как нагреватель, как усилитель. В общем, она является антенной. И чувство, которое здесь возникает, это просто невероятное чувство, потому что я не ожидала такого прям эффекта, да, что будет настолько прилив сил, энергии, бодрости. Но это того стоит. Поэтому люди, которые живут во Франции, я думаю, что они подразумевают, что Эфелева башня как раз-таки усилитель. Если вы хотите, чтобы у вас что-то реализовалось, вы просто загадываете здесь желание, и оно обязательно исполнится. Ну, мой совет, что можно здесь загадывать. Во-первых, мы находимся в таком состоянии, когда ментальное поле очень активно. Ментальное поле — это поле мыслей человека. А когда ментальное поле очень активно, это означает, что мысли становятся кристально чистыми, прозрачными, и они становятся как у маленького ребенка, да, когда он загадывает желание, но обязательно исполняется, потому что тут есть безусловная вера. Так вот, это состояние здесь возникает, безусловная вера. И что бы я рекомендовала, так это ни о чём не думать. Если у вас есть заранее какая-то цель или желание, или мечта, сюда приходите, у вас будет другое совершенно. И не задумывайте что-то заранее. Приходите и на месте ощущайте, что вы хотите, прислушивайтесь к своей душе, она обязательно ответит на все ваши вопросы. КОНЕЦ КОНЕЦ Когда я наконец-таки добралась до Эфелевой башни, у меня дух перехватило, потому что ты 15 лет мечтаешь о Франции, и тут наконец-таки ты добрался сюда, ты здесь, ты сейчас, ты в Париже. И всего лишь нужно было купить билет, всего лишь нужно было это сделать. А не мечтать, не думать, не фантазировать на эту тему, просто взять, купить и приехать. Ведь это так мало для реализации. Ты просто, тебя отвезут, тебе всё покажут. Ты просто купи билет в свою мечту. И мы поднимались на самую макушку, самой верхушки Эфелевой башни, и было ощущение, называется такое ощущение в эзотерике, анахатное. Так вот, это ощущение, когда твоя анахата, чакра четвёртая, центр любви, он открывается. Причём чувство благодати и действительно свершения. Когда поднялась на Эфелеву башню, то я своим анахатным состоянием загадала новое желание. Оно звучало так. Я хочу побывать в другом месте силы. Это был Кипр. Я загадала желание побывать на Кипре. И с группой в мае мы отправились на Кипр. Об этом я вам расскажу в следующем ролике. И мои ребята, мои ученики с радостью и с гордостью поделятся с вами своими ощущениями и впечатлениями об этом удивительном и уникальном, святом и священном месте силы. Ещё хочу вам дать такое направление, наставление. Места силы открываются всем людям, которые готовы увидеть чуточку больше, чем есть на самом деле. И я хочу вам сказать, что вы можете намного больше путешествуйте, открывайте, познавайте этот мир, описывайте, рассказывайте, делитесь с другими. Даже на клеточном уровне клетки головного мозга тянутся друг к дружке, нейроны. Так и мы, люди, тоже тянемся друг к другу. И никто не будет вас обсуждать, никто не будет думать, что вы очень плохой. Наоборот, когда люди путешествуют, открывают, делятся впечатлениями, эмоциями, другие люди начинают к ним стекать. Поэтому я вам желаю всего самого лучшего. И пускай самое большое место силы для вас будет внутри вашего сердца. А с ним вы можете путешествовать где угодно, по местам силы. Присоединяйтесь по местам силы найденного. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я вас люблю. Присоединяйтесь по местам силы.